приветствую вас дамы и господа у нас на экране amx 50 фош 155 и он постоянно у нас находится перед носом в боновом магазине за 12000 бон недавно я впервые на пресс-аккаунте покатался на этом танке я до этого ни разу на нем не играл у меня есть прокачиваемый фош он практически такой же как это только там другое орудие я на том прокачиваемом фаше сыграл два боя оно мне не понравилось сильно сложно плюс я еще видел как в рандоме все время играют на фашах в общем и целом я придумал называть фаши чмашами а игроку который играет на фашах фош по кличке ноль поскольку они все время куда-то врываются и умирают за 0 секунд с нулем урона увидеть в рандоме чмаша с нулем вообще легко но как только я сел за баранку этого пылесоса я обалдел как вообще на этом танке можно сыграть с нулем да согласен на прокачиваемом фаше сложно играть там пробитие маленькой основным снарядом да и голдой небольшое что-то там 250 основным 320 голдой примерно я точно не помню это полная чушь плюс барабан еще с альфой 400 шесть снарядов пока ты в этом раздашь это долго тебе реально насуют полные лючки и свободен то ли дело а им x50 фош 155 а 155 это наш дрын который просто валит наповал это барабан на три снаряда с альфой 750 пробитие основным снарядом бэбэшечкой 293 да это практически голда у большинства десяток с таким пробитием да конечно немножко не дотягивает но это основной снаряд бэбэшка с огромным калибром очень часто когда я вижу что нету сверх бронированных танков я заряжаю бэбэшки не ухожу в минус с прям аккаунтом без включенных резервов это просто обалдеть поскольку она реально прям пробивает голдой пробития 300 95 это можно маусов складывать в несколько слоев и просто лупить им в лоб даже е3 в рубку иногда пробиваются это просто какая-то жесть конечно есть минус у этих снарядов они летят 800 с хвостиком метров в секунду они летят медленно поэтому наша задача не выцеливать там каких-то ездящих лт-шек ст-шек непонятно где мы едем туда где можно пострелять тяжам в рыло катаемся по карте ищем свои моменты где кто-то там подставляется в крайних случаях мы размениваемся с врагом своей хп-шкой основная проблема фашейчмашей в том что они на убой выезжают и просто убиваются поскольку фаша пробить вблизи в позиционке легко у него вот этот огромный лючок на голове а их два пробивается крайне легко да и сама броня в лд без каких-либо доворотов от 270 до 290 миллиметров это в лд у нас такое маска конечно потолще там и под 500 бывают места так или иначе не совсем картон а вот лючки борта нлд это дыра поэтому при малейшем скилле можно с легкостью пробивать фаша но в динамике в движении можно надо из-под тяжка заехать раздать барабан и поехать когда кстати между снарядами 5 секунд что казалось бы много но альфа 750 снаряда всего три точность 0.36 сведения долгая 3 секунды стабилизация да не самая лучшая но в общем и целом я поставил на него закалочку фиолетовую также я поставил еще фиолетовые приводы наводки в простонародье сведения она улучшилась до 2,29 и это уже неплохое сведение такое сведение у фаша очень сильно страдает да и у многих французских танков сведения у всех просто троечку написали кто-то просто всем веткам французским лупанул три сведения да и не парился я конечно хотел еще попробовать турбину попробовать улучшенные механизмы поворота но я так посмотрел на это все и подумал а зачем оно мне надо если и так уже все отлично удельная мощность и так неплохая максималка вперед 50 что нам еще надо каких-то проблем с маневренностью я тоже не испытывал меня средний танк объект 140 в этом бою не закрутил я с легкостью практически настрелял в этом бою почти 10 косарей урона я считаю что оборудование прям самое то что надо и фиолетовый вентиль я конечно думал там какой-нибудь механизмы улучшенных поворотов поставить но с этим оборудованием я практически там чуть ли не 5к среду худержал если бы я не затупил в одном бою и в турбо победе я успел всего лишь один урон нанести просто я не успел до врагов доехать бой за три минуты кончился надо было упарываться куда попал и хоть как-то пострелять а я поехал там что-то аккуратно ездить пока я там аккуратно ездил бой кончился если бы я хоть что-то пострелял то урона было бы намного больше но такие у нас сейчас бои на 30 секунд зевнул бой закончился потенциал держать высокую среду на этом танке вообще огромный но также на нем и легко сливаться что в принципе рандомные игроки нам и показывают поэтому для меня лично этот танк лютая имба мне очень сильно понравилось на нем играть реализовать три снарядика в барабане и уйти на перезарядку ничего сложного для меня в этом нет до барабан перезаряжаются там 50 секунд но когда ты все ставишь на этот танк как надо там перки допаек вентиляция полевая модернизация перезарядка получается 43 секунды и когда ты 43 секунды перезарядился у тебя три снаряда по 750 в барабане 2250 урона неужели это мало некоторые десятки могут улететь с одного барабана если у них не сильно много хп при этом с таким пробитием с неплохой точностью даже две пульки даешь с барабана уже кайф почему для меня лично это танк имба если ты знаешь прострелы позиции откуда можно пострелять в тяжей там и так далее иногда не боишься агрессивно выехать разменять все хп более-менее адекватно играешь на этом танке легко держать высокий урон поскольку тебе за бой всего-то пару барабанов нормально раздать и все и свободен это очень мало нужно сделать для такого урона ради такого огромного выхлопа в виде урона нужно делать очень мало усилий всего-то там просто адекватно отыгрывать позиции адекватно стрелять и реагировать на ситуацию в бою далеко не каждый танк может настолько легко давать тебе море эмоций позитива хороших моментов на стрельных боев и высокую средуху при таком небольшом усилии есть танки где ты просто как черт весь бой там пыхтишь а после боя смотришь результата особо нет здесь начали на расслабоне въезжаешь кому-то в лицо пыщ 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 все свободен даже если ты разменивал хп но два косаря ты с барабана дал самое главное не играть по тупому в каких-то там позиционках не перестрелиться с тяжами в ближнем бою от насыпи этот танк это не может у него ромные лючки за счет скорости ищем свои моменты на карте и с кайфом их реализовываем с таким огромным дрыном и этот танк в боновом магазине продается за 12 кабон этот танк лучше чем любой кусок говна за глобальной карты вот эти ивенты играешь по две недели и любой из этих танков просто очень сложный на нем там что-то мучаешься вот берешь фаша начали на расслабоне просто набиваешь уроны все зачем на тех танках мучиться и вообще без понятия зачем еще и время на это надо было тратить вот перед носом лежит обалденный танк бери не хочу пока его не понерфили не убили не сломали не убрали да если у вас там проблемы со скиллом и с адекватностью отыгрывания боев если вы там на фаше от башни играете в позиционках перед тяжами впритык если вы очень часто на нем размениваете себе в убыток выезжаете на кучу заряженных танков то конечно вы будете на чмаше сливаться в ноль но если адекватно разменивать и отыгрывать моменты в бою это танк дает нереальный выхлоп по урону за небольшие усилия до из минуса можно отметить не быстро летящий снаряд у вены вниз минус 6 но и очень простые и огромные возимые зоны но при этом что он там дает огромное пробитие огромная альфа барабан скорость хорошая вперед неплохая лобовая броня если не учитывать лючки нлд иногда отскакивает неплохо по сути я бы немного у вена может быть этому танку добавил но этот танк и так сильный ничего ему не надо минус 6 конечно вниз немного и влево вправо 10 градусов но в общем целом танк все равно тупо зверь что касаемо прокачиваемого фаша он мне вообще не понравился поэтому я лично считаю что это танк мега сильный и мега доступный прям вот он за 12 бон да это не бесплатно это много бон но за все те траты за все то говно которое покупал уже можно было несколько фашей купить и с кайфом играть и не тратить время на какую-то чепуху это мое мнение по amx 50 фош 155 я считаю что на данный момент за бон его стоит брать и с кайфом нагибать в рандоме всех с вами был варчик играть красиво всем удачи и пока